Последние инциденты связаны с действиями авиации НАТО и США, а также резкая реакция России на них вызвали беспокойство в Израиле. Известно, что авиация еврейского государства постоянно бомбит цели на территории Сирии. Сейчас военные разрабатывают новые приемы, чтобы избежать атаки со стороны российской ПВО в этой стране. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Резкое обострение отношений между Россией с одной стороны США и НАТО с другой вызвало, мягко говоря, серьезную озабоченность в Иерусалиме. Сначала я напомню, американцы сбили сирийский самолет, который бомбил позиции курдского ополчения вблизи города Ракка. После этого Россия заявила, что меняет правила открытия огня и теперь любые воздушные цели к западу от реки Ефрат будут рассматриваться как враждебные. Чуть позже масло в огонь подлил инцидент над Балтийским морем, когда НАТОвский F-16 перехватил самолет с Сергеем Шойгу на борту. Для Израиля это очень тревожные новости. Его самолет как раз и действует к западу от реки Ефрат. Регулярно совершая налеты на колонны с оружием, которые сирийская армия пытается передать террористам в Ливан. Буквально каждую неделю практически по иностранным источникам Израиль бомбит и атакует военные конвои, которые идут через границу Сирии с Ливаном в руки Хизбале. То есть что находится в этих конвоях известно разведке и естественно это может быть и российское вооружение и любое другое, даже если оно идет через Иран. У израильских летчиков четкие инструкции. Если они видят, что их с земли облучает боевой радар, его нужно немедленно уничтожить. Но как быть, если это радар российского комплекса? Наведенная на летчика на самолет система ПВО это все равно, что наведенный на вас пистолет. Его нельзя просто проигнорировать. По этому поводу было даже специальное заседание Генштаба, где обсуждали тактику применения авиации в Сирии. С учетом новой возникшей угрозы возможно военным придется использовать какие-то средства подавления, чтобы заглушать радары в тех районах, где предстоит бомбардировка. Менять свою стратегию Иерусалим не собирается. Уничтожение тяжелого оружия, предназначенного для террористов, было, есть и будет главной целью израильской армии в Сирии. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Аинтер.